Всем привет! Я Рита Мурадова, и это мой канал на YouTube. И сегодня мы с вами будем продолжать нашу, мне кажется, уже любимую рубрику. Это шоппинг-влог, где я в онлайн-формате показываю вам из ассортимента различных брендов, в данном случае масс-маркет-сегмента, какие-то позиции, которые я находила. Потому что я просматриваю онлайн-магазины постоянно для себя, для своих клиентов на регулярной основе. Обычно пару раз в неделю точно масс-маркет-сегмент, средний ценовой сегмент и люкс. Абсолютно все, что есть. И это очень удобно, потому что потом, когда появляется идея что-то добавить и гардероб клиента, я сразу понимаю, где это искать, в каком размере нам это нужно, и это экономит огромное количество времени. Поэтому в этом процессе я в какой-то момент поняла, что почему бы мне с вами не делиться вот такими находками, которые я бы лично могла порекомендовать из онлайн-ценового сегмента, в данном случае масс-маркет. Также я хочу напомнить о том, что у нас началась и уже очень активно продолжается регистрация на курсы, которые веду я на нашей образовательной платформе Модаизм. Это курс «Персональный стилист», наш бестселлер. Это курс «Стиль для себя», тоже наш бестселлер. И это курс «Повышение квалификации стилистов». И первый курс «Персональный стилист» — это курс для начала, для тех, кто хочет стартовать в работе стилиста и от начала до конца узнать эту профессию. Это такой базовый курс «Персонального стилиста», после которого у вас есть полный набор знаний о стилистике для того, чтобы начинать работать, привлекать клиентов и, естественно, зарабатывать. Потому что у нас там даже есть отдельный блок о том, как находить клиентов, как создавать свои платформы, как их поддерживать. Курс «Стиль для себя» — это курс для тех, кто хочет просто без стилиста разобраться в собственном стиле, кто не хочет пользоваться услугами стилиста, но при этом хотел бы получить все эти бенефиты. То есть самостоятельно совершать шоппинг, понимать, какие вещи вам подходят, какие вещи вашей внешности подходят, какие вещи подчеркивают, вашу фигуру, ваше лицо и так далее и тому подобное. А также, безусловно, каким образом через одежду выражать свой характер, свое настроение и посыл, который вы хотите нести миру. А также в рамках курса «Стиль для себя» каждый из вас составляет собственную карту стиля, благодаря которой вы потом можете абсолютно успешно создавать свой функциональный гардероб. Все это на этом курсе разберем. И курс повышения квалификации — это курсы для уже практикующих стилистов, которые хотели бы добавить новые услуги, расширить спектр услуг, улучшить качество услуг и стайлинга, которые они предоставляют клиентам, расширить базу клиентов и вообще углубиться в профессию. И для регистрации на все эти курсы кликайте по ссылке под этим видео. Это происходит на нашей платформе Модаизм. Там есть два формата регистрации на курсы. Есть просто регистрация чуть-чуть дольше, потому что вы оставляете свои данные, команда с вами связывается и предоставляет счет для оплаты. И есть кнопка оплаты, где вы прямо на сайте в два клика оплачиваете курс. И вы уже на курсе без необходимого времени ожидания. Так что очень советую пользоваться конкретно кнопкой оплаты, если вы хотите быстро попасть на курс. Если же по какой-то причине оплата не прошла или оплата на сайте вам неудобна, нажимайте на кнопку регистрации. И напомню, что на все наши курсы после успешного их окончания вы получаете диплом, официальный диплом Модаизм. И, естественно, в рамках курса я лично проверяю все ваши домашние задания и курсовую работу, а также даю фидбэк на интересующие вас вопросы. И начнем мы, как обычно, с Зарочки. Я хочу сказать, что, во-первых, в Заре в последнее время очень много каких-то интересных позиций появилось. Одновременно с этим очень много спортивных. Понятно, Зара отвечает на запрос людей в том, чтобы предоставлять какие-то вещи, которые можно носить дома, где угодно, на улице, на отдыхе и так далее. Но вот несколько интересных здесь действительно есть. И один из них это вот такой вот комплект из как будто бы махрового топа и шорт. Я, в принципе, рекомендую покупать только махровый топ. Вы можете и шорты приобрести, если хотите. Но махровый топ очень прикольный тем, что он может прекрасно миксоваться с каким-то низом любым. Даже с джинсами, которые нам не сегодня надеты. Или любыми другими какими-то джинсами, с тренниками, с юбкой какой-то цветной, яркой, сумасшедшей, с перьями и так далее. За счет насыщенного цвета красного, за счет вот этой фактуры, которая в образе появляется. Вы можете ее миксовать со всем чем угодно. Даже поверх рубашки надеть. Он ее будет немножечко сжимать и визуально акцентировать вверх. Очень советую. Мне вообще безумно нравится этот цвет. Я бы его именно с шортами не носила, но опять же по вашему желанию можно надеть. Но мне лично этот махровый топ очень напоминает Prada slash Miu Miu. Вот такой вот немножко сумасшедшей эстетики. И в почти не спортивном. То есть я бы его сочетала с чем-то более классическим. Даже может быть с каким-то брючным костюмом. Дальше у нас есть такой... Вы знаете, что я к комбинезонам очень предубежденно отношусь. Но здесь я не могла пройти мимо на самом деле. Потому что очень классный, трикотажный, приятный, мягенький, оверсайзный комбинезон. Темно-синий цвет. Очень-очень приятный к телу, более чем уверенно. Затягивается на талии, поэтому вы в нем как картошка не будете выглядеть. Прекрасно подходит как для дома. Точно так же вот вы дома сидели, надели кроссики, надели пренчик, как здесь показано, и пошли прогулялись. Очень классная штука. Если у вас какая-то поездка планируется, если вы часто и много времени дома проводите, если вы чувствуете, что дома прохладный, хотелось бы что-то такое, не классические тренинги и свитшот. Обратите внимание, я бы его даже на самом деле надела с какими-то мягкими кожными балетками. Сверху надела бы пальто, структурированную сумку, и так пошла гулять. Прекрасно выглядит, очень симпатичный. Цена достаточно адекватная. Сейчас посмотрим на материал. Здесь вискоза, полиастерик, полиамид. То есть не самый, конечно, самый крутой материал, но вискоза достаточно много, поэтому вы не будете в этом комбинезоне задыхаться. Я вот его бы рекомендовала честно, мне очень нравится. Дальше сумасшедшенькая. Я вообще постаралась в этой выборке не собирать 150 разных базовых вещей, а наоборот показать что-то более интересное, какие-то позиции, которые могут ваш взгляд запламенить. И одно из них это вот такое платье, зебровое, трикотажное платье с глубоким вырезом на спине, с завязочкой на спине, длиной миди. Очень классная, очень красивая. Выглядит просто божественно. Для девочек, которые давно искали что-то такое стейтмент, что-то такое активное, я бы его только, если честно, надела не с такими бежевыми босоножками на шнуровке, а, например, с какими-то либо грубыми вьетнамками, либо наоборот вообще красными, зелеными. То есть я бы этот контраст белого и черного в таком агрессивном зебровом принте поддержала цветом, зеленой сумкой, красной обувью, чем-то таким, чтобы еще больше дало этому платью заиграть. Очень классная штука, цена достаточно адекватная, в целом очень рекомендую. Дальше, по рубашкам. Вообще очень многие забывают о том, что топы безумно важная позиция в гардеробе, и как сколько бы юбок у вас не было, если у вас нет ярких топов или каких-то, которые бросаются в глаза, а более интересные, то вы будете вставлять одни и те же комплекты. Потому что если у вас есть одни белые рубашки, белые футболки и какие-нибудь гольфики, то какие бы яркие юбки ни были, вверху вы будете выглядеть одинаково. И комплекты будут похожи друг на друга. Поэтому важно, чтобы все-таки был баланс в гардеробе топов и низа. И в качестве топов я очень советую поэкспериментировать и, блин, не выбирать очередной раз футболки, а выбрать рубашку. Причем рубашку в легком оверсайзе, которая вам будет такой же комфортной по носке, она будет такой же универсальной, но при этом она чуть более собранная, чуть более интересная. Легкая нотка собранности и вообще структуренности, маскулинности в образ добавляется. И все это мы балансируем цветом. Например, здесь есть очень классные по адекватной цене розовые рубашки. Выглядит она божественно. Можно с джинсами, можно с юбками, с классическими костюмами, с трениками, с брюками, со всем чем угодно. Выглядит просто божественно. Здесь есть сразу несколько оттенковый темно-синий и голубой. И она желтая есть. И очень благородная, классная вариация этих оттенков. И на самом деле материал стопроцентных лопок. Цена суперадекватная, я считаю, поэтому я бы брала однозначно. Я даже себе возьму здесь опущенное линии плеча, поэтому это не супер маскулинное изделие. Оно чуть более мягкое, чуть-чуть более женственное, цвет прекрасный. И будет прекрасно работать как с базовыми вещами, точно так же, например, если у вас есть какая-то красная юбка или оранжевая. И вы давно думали, ну вот что бы такое не слишком яркое, но интересно, давайте вверх. Добавьте вот эту розовую рубашку или желтую рубашку. Боже, это будет такой красивый комплект, вы себе просто не представляете. При этом это очень универсальная вещь. Надели с голубыми джинсами, надели с базовыми лоферами, и все у вас очень сдержанно, аккуратно, и не бросается в глаза. Еще один комплект мне безумно понравился. Однозначно такой, во-первых, может быть домашним, во-вторых, в первую очередь, в чем я его, где его представила, это на отдыхе. Это комплект из такого пола-жилета, смесь пола-жилета, и шорт. И, если честно, я сейчас расплываюсь в улыбке, потому что он настолько приятный. Я себе представляю какой-нибудь, какой-нибудь юг Франции. Вообще, я сразу Коко Шинель себе представляю. Она очень любила полоску, такую монохромную. И это так сдержанно, и классически выглядит, и так элегантно, и с какими-то шлепочками, и на пляжах, и на отдых, и дома, и даже в городе. На самом деле, комплект очень сдержанный, то есть, не слишком короткие шорты, все это можно совершенно спокойно носить. Цена суперадекватная, на самом деле. И топ прекрасный, и шорты прекрасные, и стопроцентный хлопок, что замечательно. Будет вам очень приятно в нем ходить. Супер сильно советую. И я бы взяла, например, шорты, чтобы не сильно облегали, я бы взяла где-то, обратите, конечно, внимание на объем верхней части вашей ноги, я бы взяла где-то на размерчик больше, чтобы они свободно сидели, потому что у меня есть подозрение, что здесь на модель посадили шорт на размер больше, чтобы они вот такими оверсайзными были, и чуть-чуть ниже сели на бедра, если вы видите. Я уже рассказывала эти трюки, что достаточно часто пишут, что на модели, например, размер S, когда на ней M, потому что обычно стилисты не записывают, какой размер они надели на модель для фотографии. А все предполагают, ну ага, ну вот настроенная, наверное, у нее S, поэтому на ней размер S, а на самом деле, для того, чтобы эффект был тот, который вы видите на картинке, иногда нужно взять на размер, иногда даже два больше, и это частая практика у стилиста, так что вот такой секрет вам раскрываю. Дальше еще одна очень интересная вещь, это опять же, вы видите, я по цвету пошла, прошлась даже серьезно, у них вышла целая серия джинсов, и цветных джинсов, я обращу ваше внимание, на зеленые, насыщенные, я уже говорила, что вообще я считаю, что в плане моды, зеленый от однозначный цвет, что если не сезон, то вообще прямо года, очень классная посадка на талии, достаточно плотненько в бедрах, и потом они слегка клешатся вниз, выглядят классно, я бы надевала еще с каким-то ярким топом, например, не белым, я бы на белом надела, например, с вот этой вот розовой рубашкой, и ну все, это уже с красными какими-то босоножками, лодочками, это просто для того, чтобы завершить полностью весь этот комплект, если вы давно искали что-то яркое в плане джинсов, обратите внимание, и есть еще эта же серия, но классические голубые джинсы, очень советую их, как только они появятся в наличии, потому что у нас они еще не дошли, например, до Украины, возможно, у вас они уже есть, здесь посадка средняя, невысокая и не заниженная, идеальный оттенок вот этого голубого светлого денима, мне нравятся слегка рваные, высотанные карманы, мне нравится вообще абсолютно все, финиш, фурнитуры, слегка бронзовый, очень-очень советую, цена суперадекватная, и если посмотрим по составу, 100% хлопок, что просто замечательно. Дальше, для всех тех, кто сильно полюбил вот эти мои вьетнамки на платформе The Row и вообще этот бренд, обратите внимание на что-то похожее, что сделала Zara, но они сделали в виде босоножек, единственный момент, в том, в чем я еще сомневаюсь, потому что не видела их на ноге, это то, насколько хорошо они будут держаться в этом креплении, потому что все-таки вьетнамки, они держатся за счет вот этой перемычки, а здесь они якобы должны держаться на щиколотке, но крепление не выглядит очень-очень безопасным. В крайнем случае, если честно, я бы вообще была очень плохой девочкой, я бы их купила и вообще пошла в обувную, чтобы они отпороли вот эту перемычку, которая идет на щиколотку, и у вас были бы идеальные вьетнамки не за кучу денег, как у Zara. Дальше, супер понравился мне этот с принтом Paisley, если я не ошибаюсь, цветочным, нет, цветочным принтом, очень сдержанный в каком-то легком персидском, восточном стиле комплект, классная рубашка, мягкая такая, даже это блуза, классная юбка, меди, можно носить вместе, можно отдельно, я вам сразу скажу, что это вообще незаменимый комплект на весну и начало лета, потому что это удобно брать с собой куда-то в поездку, классно носится, можно сочетать в разных вариациях, это прекрасно в корзи смотрится, можно это с грубыми ботинками или с какими-то казаками надеть, и в целом получается очень приятный образ, не слишком бросающиеся глаза и юбка с таким регулирующимся поясом на талии выглядит замечательно, очень качественно, и дайте угадаю, да, здесь тоже стопроцентный хлопок, что просто замечательно, будет тело дышать, никаких проблем с летом в этом изделии не будет. Юбка классная, яркая, я уже после того, как я ее приметила на сайте, видела ее у нескольких инфлюенсеров, лидеров, мнений, стилистов, она действительно привлекает внимание, если искали яркую юбку, обратите внимание, каждый сезон ЗАР выпускает какую-то такую юбку-карандаш с интересным принтом, цветами, действительно достойные изделия, сейчас посмотрим состав, в составе 70% полиастера и 30% вискозы, и все-таки здесь, конечно, полиастер, он такой не полиастер нового поколения, а достаточно дешевый обычно, но в принципе, мы не планируем носить это супер летом, в жару, поэтому на весну, а потом на осень будет просто идеально. Дальше, однозначное вдохновение брендом Жак Мюс, я вижу, в топе юбки, и топы юбка на сайте представлены, и если вы хотели вот подобную эстетику, где есть лен в составе, небольшое его количество, если честно, если посмотреть на состав, здесь полиастера больше, чем лена, но его достаточно много в целом по пропорции в изделии, и юбка с очень правильной посадкой, с правильной драпировкой, безумно актуальная в этом сезоне, очень универсальный комплект, и топ такой же укороченный, и при этом достаточно модест и скромный, то действительно сильно советую этот комплект приобрести, и цена достаточно адекватная для этого. Еще один интересный момент, на который хотела бы обратить внимание, здесь обувь, пара позиций, которые мне понравились, во-первых, вот такие вот кожаные шлепанцы, с толстой, достаточно плотной перемычкой, выглядят очень аккуратно, нейтрально, и в целом, если вы давно искали на лето себе какие-то шлепанцы, которые будут выглядеть аккуратно, которые действительно кожаные, которые будут носиться хорошо, мне кажется, что они будут хорошо носиться, натерять не должны совершенно, на ноге должны хорошо держаться, обратите на них внимание. И еще одна позиция, ну вот просто услада для моих глаз, это вот такие дерби, очень классные, с шнуровкой, очень вдохновленные, что брендом Кларкс, что брендом The Row, но при этом выполнены безумно качественно, они вообще, что интересно, сначала появились в мужской коллекции, потом, видимо, увидели запросы, сделали для женщин, тоже в женских размерах. Сильно советую, для такой маскулинной обуви, в стиле 80-х, которая безумно актуальна в этом сезоне, обратите внимание, цена достаточно адекватная, и это, кстати, кожа. Переходим к H&M, и начнем в H&M с джинсов, мне очень не нравится, я бы брала их, судя по всему, где-то на размерчик больше, чтобы они супер свободно сидели, слегка оверсайзно, они с разрезом по бокам, за счет чего легкий клеш появляется, прекрасный глубокий индиго оттенок денима, цена очень адекватная, и если посмотрим на состав, то здесь 100% хлопка, что дает достаточную плотность, но при этом внимательно нужно к стирке этих изделий относиться и уходу за ними. Но в целом, очень мне нравится, рыжие строчки очень аккуратные, сильно меня не смущают, они практически невидимы, и здесь намного больше синих строчек, чем рыжих, можно стилизовать точно так же с голубой рубашкой, как здесь, можно с белой футболкой, можно с чем-то сумасшедшеньким, можно стилизовать с той же розовой рубашкой. Дальше у нас есть очень классные вот такие вот брюки с контрастной, они черные, с контрастной белой строчкой, круто смотрятся, можно сочетать в стиле спортшик, я бы не сочетала вот так с кроссовками и с чем-то, что изображено здесь, я бы надела какие-нибудь каблуки, какую-нибудь футболку, жакет структурированный, и получился бы крутой спортшик, и за счет того, что у нас есть здесь черные брюки с белой строчкой, они формируют фигуру и выглядят очень-очень завершенно. Еще одно изделие, которое могу рекомендовать, вообще я считаю, что рубашек сатиновых, и в принципе рубашек мало не бывает, и их как-то недооценили, и мне кажется, как-то в какой-то момент слишком раскритиковали, и все перешли на футболки, худи, свитера, джемпера и так далее, а на самом деле рубашки прекрасный, элегантный способ подобавить какого-то интереса вверх женственности. Здесь у нас есть две, одна есть молочная, другая такая глубокая, шоколадная, очень красивая, сатиновая, с опущенной линией плеча, безумно, если честно, качественно смотрится, очень адекватная цена, мне нравится ее посадка, нравится сочетание в стилизации, как на фотографии, точно так же и с какими-то классическими брюками можно сочетать, с юбками, выглядит богато, красиво, шико, очень советую. Дальше есть безумно классное вот такое трикотажное платье, в приятном, холодном оттенке беже, это такой кофе с молоком, с полу верхом, прекрасно подойдет на каждый день, прекрасно подойдет для дома, если вы искали какое-то еще более теплое платье для дома, и не хотите треники и худи, обратите внимание, с балетками какими-то, с какими-то дерби, с кедами, поверх тренчик, или какое-то пальто, и вот, пожалуйста, вам лук для прогулки. Еще одна позиция, которая порекомендовала бы, это вот такой комплект, в фисташковом оттенке, удлиненного жилета, трикотажного, и брюк, прекрасный способ разбавить свой, как домашний гардероб, точно так же для прогулок, замечательно выглядит на лето, будет замечательно сочетаться с какими-то, даже теми же вьетнамками на платформе, очень непринужденно, и все эти удлиненные жилеты, они безумно актуальны до сих пор, поэтому очень советую, и если подумать об аксессуарах, я бы добавила здесь для контраста, какие-то золотые сережки, или золотую подвеску, для того, чтобы эта фисташка, на ее фоне еще лучше заиграла. Дальше у нас есть очень красивое, на самом деле, с драпировкой, и по посадке платья, с очень нежным принтом, вы знаете, я принтованные изделия редко рекомендую, потому что не всегда этот принт, особенно в масс-маркете, может быть удачным, и выглядеть действительно завершенно, но здесь он такой нежный, приятный, и этот легкий ампир, который в платье присутствует, и драпировка актуальная сейчас, и то, как удачно он на спине смотрится, с этой аккуратной завязочкой, не скучно, и длина очень удачная, она летящая, легкая, замечательная, романтичная, действительно, сильно советую. Еще одна позиция, которую могу рекомендовать однозначно, и многие, я знаю, ищут просто базовые кепки, поэтому обратите внимание на H&M, здесь есть сразу в нескольких оттенках, я могу черную порекомендовать, она совсем сочетается, классно смотрится, и черную кепку сейчас, кстати, очень сложно найти, вообще просто без принтов каких-то, и цена суперадекватная, 100% клопок, так что советую. И последняя позиция, которая супер обратила мое внимание, на самом деле, это вот такой, я знаю, вы скажете, боже мой, опять свитшот, опять треники, но посмотрите, в каких оттенках, и все равно, есть выходные, когда хочется чувствовать себя комфортно, когда хочется надеть кросики, пальтишко, или тренчик, и что-то расслабленное, и пойти на завтрак, или на прогулку с детьми, я супер советую, на самом деле, этот комплект, здесь лимонный оттенок, все оттенки актуальны в этом сезоне, лимонный, нежный, небесный, голубой, пастельный, приглушенный, это действительно оттенки весны, они прекрасно смотрятся, прекрасно сочетаются этот свитшот, можно надеть с какой-то элегантной юбкой, или с брючным костюмом, например, с костюмными брюками, треники можно надеть с футболкой и жакетом, то есть, на самом деле, если их разделить, и сочетать с чем-то более элегантным, вы получаете уже намного больше, а в результате, по цене, это очень-очень адекватно, и здесь хлопок в составе, здесь есть полиэстер, и хлопок есть, его достаточное количество, чтобы изделие не растягивалось до невозможности, чтобы держало форму, хорошо стиралось, и вообще за ним был достаточно легкий уход. Переходим к манго, и что я могу сказать по манго? Есть интересные позиции, вообще в аксессуарах у них есть интересные позиции, обращаю ваше внимание на безумно милую, я очень редко этот петит использую, но вот такую нежную сиреневую сумку, сиреневую также один из оттенков сезона, с ромашками, это сумка из бисера, полностью обшитая бисером, очень деликатная, кто искал какой-то инфантильный такой вариант аксессуара, что-то такое нежное себе в образ, не обязательно на вечер, даже на день, мелкодисперсное и достаточно небольшое, чтобы туда телефончик поместился, и какие-нибудь ключи, обратите внимание. Дальше еще одна сумка, тоже хочу обратить ваше внимание на нее, с салатовой клеткой, выглядит опять же очень нежно, очень весеннее, я бы с трениками носила, с юбками носила, с брючными костюмами носила, с чем-то, что будет разбавлять эстетику строгости. Дальше, очень классная штука, вот такая жилетка, она немножко в стиле милитари, с накладными карманами, выглядит замечательно, я бы на самом деле носила ее даже в формате топа, то есть просто с нижним бельем, и в формате топа, с какой-то более облегающей юбкой, футляром, например, даже той из зары, принтованной, и каблуками, выглядела бы просто очень дорого, очень красиво, очень завершенно. Еще одно изделие, мы знаем с вами, что вот эти объемные воротники, это очень актуальная деталь этого сезона, более того, все эти рубашки с объемными воротниками, они очень актуальны, и блузы, и на мне тоже подобные от бренда Миу Миу, и в данном случае белый на белом очень шикарно выглядит, вообще белая вышивка, белая аппликация на белом, очень деликатно, для тех, кто еще не знает, хотел ли он или нет, экспериментировать в формате активном, и слишком инфантильном, обратите внимание, потому что с какими-то опять же джинсами, с какими-нибудь даже костюмными брюками, брючьим костюмом, выглядит просто божественно, и очень адекватная цена, и если я не ошибаюсь, это стопроцентный хлопок. Следующая позиция у нас, и вы такие, боже, так рваности вроде бы не актуальны, а вот, пожалуйста, все возвращается понемножку, я уже говорила, что чем дальше, тем больше эти рваности будут возвращаться, на джинсах, и они вернулись, и они выглядят именно на этом оттенке Данима, очень классно, и мне они очень нравятся, я бы их брала на размерчик больше, чтобы они такие совсем бойфрендовские были, чтобы не облегали в бедрах, чтобы сидели свободно, и чтобы можно было с кросиками, или с каблуками, с маечкой, с оверсайз-жакетом, или приталенным жакетом надеть, и это очень шико, очень красиво, не слишком много этих рваностей, они асимметричные, что опять же интересно смотрится, и что больше всего мне здесь нравится, это оттенок Данима. И еще у нас тоже есть Данима, вообще Даним на Даниме, это прекрасное сочетание, у нас есть юбка, которая будет безумно стройнить, потому что здесь есть светлые полосы по бокам, которые визуально будут бедра, и в принципе силуэт сужать, разрез также вытягивает силуэт, я бы Даниму рубашку тоже оставила, надела футболку, рубашку, все что угодно вверху, юбка классная, длина идеальная, и в целом я бы ее сильно рекомендовала. Дальше, говоря о таких блузах и рубашках, с инфантильным объемным воротником, гипертрофированным, обратите внимание, мне на самом деле эта блуза очень напоминает бренд Бианки, Бианка Миро, есть такая девушка-блогер, инфлюенсер и стилист, у нее есть свой бренд Лавест Лавест, с очень опять же инфантильными изделиями, в том числе у них есть подобные рубашки, блузки, выглядят они очень игриво, я бы однозначно не надевала что-то опять игривое внизу, я бы вот так же балансировала джинсами, брюками, чем-то, что убирало бы градус инфантильности в образе, но в целом очень акцентное изделие, если вы давно что-то подобное искали, сильно советую. Дальше, очень мне понравилось, очень дорого, шикого выглядит вот эта белая прострочка на глубоком оттенке бургунди в этой лаковой рубашке, понятно, что в ней будет немножко жарковато, но знаете, иногда в каких-то случаях можно надеть, например, просто майку, чтобы тело не парилось, или футболку, и сверху вот эту рубашку, и образ будет выглядеть очень интересно, не обязательно с такой же юбкой, можно ее заправить для контраста фактур в какие-то матовые из такого же голубого денима джинсы, и эта рубашка будет очень выделяться, особенно на какую-то встречу, особенно на какое-то мероприятие с каблуками, вот, ну, сильно советую, мне кажется, будет выглядеть просто замечательно, и редко встречается такое сочетание в масс-маркете по цвету, по прострочке, и последнее, что я бы порекомендовала, опять деним, на нем завершим, вообще, я скажу сразу, что Манго сейчас очень вдохновляется брендом Изабель Моран, посмотрите на вот эти вот объемные рукава буфы абсолютно всех изделиях, на количество денима, на его крой, и в данном случае тоже не исключение такая рубашка слэш-куртка, которую так и так можно носить из достаточно плотного денима, и здесь есть техника пэтчворк, потому что есть несколько оттенков денима, которые используются в изделии, так же, как и на юбке, можно и с юбкой ее заправлять и сочетать, можно отдельно, можно в кожаную какую-то заправлять, в кожаные брюки, для того, чтобы контраст фактур был, но в целом очень мне нравится, и сейчас, если вы заметили, я вообще в Манго достаточно много вещей как для себя выбрала, потому что обычно у них все в последнее время было какое-то более грустноватое. Пишите в комментариях внизу, какое из изделий вам понравилось больше всего, на что обратили внимание, может быть у вас за последнее время были какие-то находки в онлайне, на сегодня это все, люблю, целую, ваша Рита. Субтитры сделал DimaTorzok